3 сентября исполнилось бы 90 лет Олесию Адамовичу. Книги его интересны и позиция гуманиста актуальна до сих пор. Белорусский писатель похоронен в деревне Глуши Бобруйского района. Там сохранилось здание старой сельской аптеки, которой заведовала мать Адамовича. Писатели здесь помнят, но идея создать в Глуши музей Адамовича, которая появилась больше двух десятков лет назад, пока так и не осуществилась. Почему? Узнавала Ирина Бродиловская. Олеся Адамович. Писатель, сценарист, литературовед. В Глушу, где будущий писатель провел детство и юность, Адамовичи переехали в 30-х годах прошлого века. Здесь их застала война. Глава семьи ушел на фронт. Мать с двумя сыновьями осталась в поселке. Работая в аптеке, она передавала в партизанский отряд перевязочный материал и медикаменты. Была связной. О том времени Алиса Адамовича рассказала в романе «Война под крышами», который стал военной летописью Глуши. Позже роман экранизировал белорусский кинорежиссер Виктор Туров. Есть мнение, что черно-белая строгость и пронзительный драматизм этой ленты вдохновили Стивена Спилберга на его список Шиндлера. И, пожалуй, нет в Глуши человека, который не помнил бы, кто такой Алиса Адамовича. Это наш белорусский писатель, публицист и общественный деятель. К тому же наш земляк. Хороший. Жил здесь, матери помогал, все здесь. Писатель. Хорошие книги написал. Каким он был человеком? Хорошим. Таким компанейским. Лично его знал. Лично с ним встречался не раз. Даже, можно сказать, за одним столом сидели не раз. Поскольку жили по соседству. Как говорил Василь Быков, Олеся Адамович воплощает в себе генофонд нашей горемычной и возвышенной нации. Его хатынская повесть «Каратели», «Я из огненной деревни» и «Партизаны» стали источником для сценария фильма Лема Климова «Иди и смотри». По версии британского журнала «Тайм-аут» эта лента занимает шестую строчку в списке 50 лучших военных фильмов всех времен. Идея создания музея писателя в глуши возникла сразу после его смерти в 1994-м. Тогда на ее реализацию не нашлось средств. Лишь спустя 22 года, в 2016-м, о музее заговорили снова. После того, как Бобруйский Располком принял решение о его создании и открыл благотворительный счет по сбору средств на реконструкцию старого здания аптеки под музей Олеся Адамовича. На сегодня на счету у нас имеется 1845 рублей. Конечно, средств этих у нас недостаточно для того, чтобы даже изготовить проектно-смертную документацию. Поэтому мы опять-таки призываем, приглашаем всех участвовать поактивнее по сбору благотворительных следств для того, чтобы начать нам все эти работы. Самую крупную сумму в 5000 долларов перечислила на счет Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Дочь писателя Наталья Адамович готова передать для создания экспозиции документы, фотографии, рукописи и личные вещи отца. Кстати, первые музейные экспонаты уже есть. Это книги. Одну из них, блокадную книгу, в дар будущему музею прислали из Красноярска. Ее Олеся Адамович написал в соавторстве с Даниилом Граниным. Это документальная хроника блокады Ленинграда. Тема близкая двум писателям, двум гуманистам, двум людям, которых называют совестью нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова